Следующий экземплярчик, который я вам хочу показать, это мой Ancydium Twinkle, который я посадила в кокос. И он у меня уже растет в нем где-то месяцев три. Специально не показывала посадку, как я это делала, потому что я хотела проэкспериментировать, понравится ему моя конструкция или нет. Потому что тут у меня и система полива такая не совсем стандартная. Ну, как вижу, я по зеленой массе, по росту корням, что ему очень-очень нравится. Замечательно. И вот так он у меня поливается. То есть у меня получается фитильный полив. Я проливаю чистой водой по саму субстрату, по коре, чтобы она пропиталась. Орех сам очень-очень пористый, водичка вытекает вниз. Ну, еще у меня есть, конечно же, отверстие. А, чтобы не сжечь корни, я на дно наливаю удобрение. И с помощью фитиля мое растение пьет. И постепенно-постепенно, когда растение пьет, от фитиля питается, этот кокос напитывается влагой и стает влажным. Но так как сам кокос очень пористый, и само кокосовое волокно там очищено, он очень быстро просыхает. То есть, сейчас я вам покажу второе такое кашпо. Видите, то есть само волокно, оно вытащено, идеально почищено. И не получится никакого загнивания. Само кашпо дышащее, плюс тырочки. Поэтому растение себя чувствует великолепно. Это я решила, как-то так у меня экспромтом получилось. Вообще-то, это я использую как вазочки. У меня их очень много. Но как-то я что-то пересаживала, или что-то экспериментировала. И смотрю, как интересно и красиво смотрится зелень в этом орехе. Вот, и я подумала, дай-ка я посажу. А потом смотрю, он у меня неустойчиво стоит. Раз, поставила. У меня возникла вот такая вот идея это все усовершенствовать. И смотрю, растение очень-очень нравится. И сам анцидиум твинкл очень любит влагу. У меня он раньше сидел в воде, в стакане. И вы мне говорили, кто-то мне говорил, Ира, вытащи его из воды. Вытащи, вытащи. Вытащила. Ну, и не пожалела. Потому что сама конструкция мне очень нравится. И растению тоже нравится. Вот. Вот так он поливается. Постепенно он будет тянуть воду. И кашпо будет намокать. И, ну, в течение, смотря какая температура, День-два он просыхает. Да, еще одна причина, почему я вытащила его из воды, это у меня появились вот такие вот пятнышки. Вот этих вот пятен я вытащила его из воды. Водный метод, конечно, хорош, но до поры до времени. То есть, все-таки есть в нем и очень много минусов. Делать просушки, потом доливать. На это тоже надо время. И какой-то график, или, я не знаю, у меня на это времени нет. Может, кому-то водный метод и подходит, но для меня нет. Это точно. Так что у меня вот такой вот эксклюзивный метод, который мне очень нравится. И буду наблюдать за ним дальше. Есть очень много новых ростов. И по сравнению с променеей, ну вот, вот незначительное пожелтение во время моего отсутствия. Совсем чуть-чуть, вот листик. Вот, и вот листик пожелтел. Нет коричневых пятен. Вот это вот коричневые пятна, это еще от воды, я их помню. Вот таких вот, как там, на променее нету. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот такая вот посадка, анцидиум твинкл, на фитильный полив в кокос. Если вам понравился мой способ, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить много других интересных видео. С вами была Ирина. Всем пока-пока и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,